Института квартальных уполномоченных Именно взаимодействие с жителями частного сектора администрации необходимо, чтобы все те проблемы, которые возникают, как можно более оперативно до нас доходили. О проблемах жильцов частного сектора заинтересованы и сами жильцы. Квартальные уполномоченные всегда были тем связующим звеном между муниципалитетом и простыми гражданами и доступно могли объяснить ситуацию обеим сторонам. С упразднением Института квартальных уполномоченных утратилось и взаимопонимание между властью и горожанами. За эти семь лет у меня произошло очень много пожаров на горе, очень стоят много бесхозных домов, как говорится, не убраны территории. Стараются люди как-то остановят, спросят, что сделать, как сделать. Им интересно. Новые правила благоустройства города станут основным документом, регламентирующим взаимодействие администрации и квартальных уполномоченных. Чтобы навести порядок в городе, придется, сообща применить, и кодекс административной ответственности. В дальнейшем, конечно, вы будете, ну как и раньше, наверное, выписывать предупреждение, да. Вы выносили предупреждение, выписывали. Выписывать предупреждение. Если, значит, собственник никак каким образом не реагирует, привлекаем участковых уполномоченным, составляем весь пакет документов и выносим на административную комиссию. Там уже будет наказание административное. Поиск домовладельцев сгоревших домов и выявление систематических нарушителей правил благоустройства – непростая задача. Депутатский корпус готов оказывать поддержку квартальным уполномоченным. Мы вот по второму округу с Сергеем Александровичем, с Сергеем Юрьевым, пример простой, проводим совместную работу. Наталья Анатольевна Моноскопова. То есть вот у нас тут все, слава богу, получается. Но опять же, благодаря тому, что от вас идут соответствующие те моменты, которые нужно порешать. Квартальные уполномоченные – это не обязанность, а личное желание преобразить город и навести в нем порядок. Полномочия еще только-только возложены на Надежду Львовну, но она, как опытный квартальный, уже выстраивает свою работу на ближайшие полгода. Постараемся, людей будем уговаривать, чтобы они порядок наводили, убирали все, чтобы был идеальный порядок, красота была. Ну еще желательно бы, чтобы дороги сделали. Это зависит от дорог. А у нас дороги на горе очень плохие. В частном секторе? В частном секторе очень плохие дороги. Очень разбитые, грязные, есть даже болотистые дороги. Вот лето будет, я просто сфотографирую и принесу все снимки сюда. Лариса Воложанина, Александр Матушкин, НТС Ирбит.